Боевики снова грубо нарушили бессрочное перемирие. В течение 25 минут обстреливали украинские позиции Упопасное. Это населенный пункт в Луганской области, сообщили в пресс-центре объединенных сил. Огонь вели из оккупированного Калинова-Борщеватого, применили минометы 120-го и 82-го калибров. По защитникам Украины выпустили 37 боеприпасов. Потерь среди украинских бойцов нет. За минувшие сутки российские наемники один раз открывали огонь. Украинцы отмечают 205 день рождения знаменитого поэта Тараса Шевченко. Он стал символом украинского национального духа. Его сборник Кабзар, поэму Гайдамаки и поэтический цикл «Три лета» знают во всем мире. Шевченко выступал против угнетения украинского народа Россией. Его арестовали, запрещали писать, рисовать. Он автор более тысячи картин. Около 160 из них на сегодня утрачены. Памятные мероприятия пройдут сегодня по всей Украине, в том числе и на его могиле на Чернечьей горе в Каневе. Это Черкасская область. Президент Петр Порошенко ко дню рождения Кабзаря написал в фейсбуке слова гения вдохновляли поколения борцов за независимость Украины и вдохновляют сегодня. Ко дню рождения Кабзаря украинские военные прочли стихи Тараса Шевченко. Это бойцы 44-й арт-бригады. КОХАЙТЕСЯ ЧОРНОБРОВІ ТА НЕЗ МОСКАЛЯМИ, БО МОСКАЛІ ЧУЖИ ЛЮДИ, РОБЛЯТЬ ЛИХО З ВАМИ. ПОЛЮБИЛА ЧОРНОБРОВА КОЗАКА ДІВЧИНА, ПОЛЮБИЛА, НЕ СПИНИЛА, ПІШОВ І ЗАГИНУВ. Як би знала, що покине, була б не любила. Як би знала, що загине, була б не впустила. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні і милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревуче. Не наче птахи чорні в гаї, козацтво сміле вилітає. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Терроризм, кибератакі і Росія – головні угрозы НАТО, так сказав міністр оборони Чехії Любомира Метнар. Об цьому сообщає профільне ведомство в Твиттері. Он указав на модернизацию армії, переброску войск і чистоту учений со сторони Кремля. Кроме того, по його словам, попытки Росії укрепити влияние в европейських странах також представляють опасність. Кроме того, глава Минобороны Чехії подчеркнув, порядок главних угроз для НАТО не важен, поскольку їх динамика меняється очень быстро. Сочувствую Полу Манафорту, так президент США Дональд Трамп прокомментировал приговор бывшему главе своей избирательной кампании. Сделал он это перед рабочей поездкой в штат Алабама. Сообщил, что рад заявлению судьи, в котором говорилось, что у Трампа связи с Кремлем во время американских президентских выборов не было. Я очень сочувствую Полу Манафорту. Я думаю, это было очень-очень сложное время для него. Но если вы заметили, то его адвокат, очень уважаемый человек и очень уважаемый судья, сказали, что с Россией сговора не было. Это не имеет никакого отношения к сговору. Приговор Полу Манафорту вынесут Александрией. Он получил почти 4 года тюрьмы, штраф в 50 тысяч долларов и возмещение госбюджету США ущерба на сумму свыше 24 миллионов долларов. Манафорта обвинили в мошенничестве с банками и правительством, незаконном лоббировании, а также неуплате налогов. Теперь приговор политтехнологу должен вынести суд Вашингтона. Заседание пройдет 13 марта. Пять человек погибли в результате крушения самолета в американском штате Флорида. Это все, кто был на борту. Легкое двухмоторное судно по неустановленным причинам упало в озеро, сообщили в местной полиции. Инцидент расследует Федеральное агентство гражданской авиации США. Великобритания может и не выйти из Евросоюза, если парламент страны отклонит соглашение о Брэкзит. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что хотя переговоры с ЕС порой были очень тяжелыми и напряженными, но обе стороны сделали все, чтобы договориться. Теперь слово за британским парламентом. Голосование за соглашение о выходе Великобритании из ЕС состоится 12 марта. На следующей неделе парламентарии в Вестминстере должны будут сделать решающий выбор – поддержать соглашение о Брэкзит или отклонить его. Если поддержат, Великобритания выйдет из Европейского Союза. Если отклонят, никто не знает, что произойдет дальше. Мы можем остаться в ЕС еще много месяцев. Или можем выйти без защиты, предусмотренной соглашением. А можем вообще никогда не выйти. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры документа по Брэкзиту согласовала премьер-министр Тереза Мэй с Брюсселем после 18 месяцев переговоров. Лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение, однако британская палата общин 15 января его отклонила. Свои туристические возможности представила Украина в Берлине. Проходило это в рамках крупнейшей профильной выставки в мире. Показывали, почему международным туристам стоит посетить Украину. Акцент был на том, что эта страна в центре Европы и по доступным ценам предлагает широкий ассортимент экскурсий, культурных, оздоровительных и гастрономических программ. В выставке участвуют более 180 стран. Покорительница вершин Ирина Галай прошла горы почти всех континентов и стала первой украинкой, которая поднялась на Эверест. В ее силы не верили, отговаривали от экстремального восхождения, но, как говорит сама альпинистка, если что-то задумала, остановить ее невозможно. Что заставляет Ирину оставлять домашний комфорт и рисковать жизнью в продолжении цикла «Жить на полную». Полностью все твое сознание тебе говорит, что надо остановиться и идти вниз. Это нормально, это инстинкт самосохранения. Прощупывая каждый выступ и анализируя каждое движение, Ирина поднимается на отвесную стену скалодрома. В горах на ней еще и спецодежда и рюкзак. Это еще плюс такая же, как ты, на тебе сверху. Это сейчас она изнурительно тренируется перед восхождением, а 6 лет назад без подготовки пошла на Кавказ, проиграла другу спор. Он мне все время рассказывал, как он жил в Ачхуэм-Артане, ему там видно было Казбек. Я спрашиваю, у нас, например, есть гора Гаверла, и люди доходят. Почему ты никогда не поднимался в горы кавказские, даже не знаешь, как, что и где. И он это мне вспомнил и сказал, вот иди и расскажешь мне заодно. Продавцы снаряжения бросали удивленные взгляды. Проводники не воспринимали ее всерьез. Близкие отговаривали. В лагерях на высоте эффектную блондинку до сих пор принимают за актрису, журналистку или фотографа. Американцы тоже подходили ко мне и спрашивали, это же какие у вас там девушки в Украине живут, если альпинистки вот так выглядят. Я говорю, да, у нас все очень красивые. Я понимала, что что-то с людьми происходит. Какая-то у них есть слабость. У всех будет голова на определенной высоте, там 4 700, например. Они не могут идти, они не могут встать, их тошнит. А я наблюдаю за этим всем, я понимаю, что у меня энергия с каждым набором высоты только увеличивается. Я ее чувствую, прям чувствую. Она покорила Килиманджаро, Альпы, Анды, Аляскинский хребет. Говорит, главное в горах не поддаваться усталости. На шеститысячнике Динали танцевала. Самое сложное для Ирины оказалось привыкнуть к холоду. Дома она выключает отопление, спит с открытыми окнами и принимает холодный душ. Ты просыпаешься с утра, замерзло все, включая все в твоей палатке вокруг, там, и салфетки, и вода. Спальник твой покрыт таким инием, а тебе надо из него выйти и переодеться. На Эльбрусе тоже было где-то минус 30, когда я была зимой там. И ты вот прям разливала себе воду на штанину, и вода пока доходила до ноги, она уже замерзала. Ирина узнала, что еще ни одна украинка не была на Эвересте. И вот ее новая цель. Высшая точка планеты – 8848 над уровнем моря. Понадобилось полтора месяца, чтобы ее взять. Я просидела на высоте 6-410 дней. При том, что люди могут там высидеть максимум 4. Да, я тоже страдаю там физически сильно. Миллион обморожений уже у меня на лице, и сколько там я всего перенесла, я вспомню, так страшно становится. Но это все просто неважно по сравнению с тем, что ты проделываешь на этой горе, ты прорабатываешь полностью себя. В перерывах между восхождениями Ирина ходит на работу. Она маркетолог в нефтяной компании. Я не заставляю себя. Конечно, проходит какое-то время, я понимаю, что я в офисе больше сидеть не могу. После всего того, что со мной произошло за последние годы, я стала зависима от природы. Очень сильно. Не надо и все. После вершины мира задачи усложняются. Она единственная в Украине, кто прошел отметку 8300 без кислородного баллона. В следующем году собирается на одну из самых труднодоступных гор – К2. Зимой она еще никому не покорилась. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ. Сайт телеканала ЮТВ.ЮЭй. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с ЮЭй ТВ. И спасибо, что вы с Украиной. Субтитры создавал DimaTorzok